Добрый вечер, уважаемые слушатели. Добрый вечер. В эфире Финам ФМ Бизнес Класс. Меня зовут Олег Дмитриев. Как всегда, в это время мы встречаемся с наиболее успешными российскими предпринимателями. Так, если позволите, я некую такую затравочку дам моим сегодняшним гостям. Они заулыбались. Ну и, во-первых, это приятно всегда. Во-вторых, я надеюсь, что это правда. Итак, представляю этих самых предпринимателей. Мои сегодняшние гости. Андрей Гриб и Роман Прокофьев. Учредители группы компаний «Центр Переезд». Добрый вечер, Андрей. Добрый вечер, Роман. Добрый вечер. Уважаемые слушатели, присоединяйтесь к нашему разговору. Телефон в студии 6510-99,6, код Москвы 495. Сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте, спрашивайте, задавайте вопросы. Ну и делитесь собственными наблюдениями, как, на ваш взгляд, обстоит у нас дело с переездами и перевозками. Насколько востребован этот бизнес. Ну и, может быть, кто-то сталкивался уже непосредственно в качестве клиента. И сформировал собственное мнение. Тема, еще раз я подчеркну, сегодня мы говорим о бизнесе на переездах и перевозках. Ну и начнем наш разговор. Я начну, если позволите, с того, что перефразирую. А точнее, использую нелюбимую романом, ну и мною, кстати, тоже, да, аналог такой, американизм в названии этой темы. Рынок этот называется рынок мувинговых услуг, да, слово мувинг от английского. Слово, которое, в буквальном смысле, переводится как двигать, перемещать. Так ли это, во-первых, да, действительно такое название имеет этот рынок? И почему, собственно, так он? В принципе, да, все правильно вы сказали. Этот рынок назван рынком мувинговых услуг, потому что этот бизнес пришел к нам с запада. Соответственно, логично было дать ему и западное название. Ну, оно не очень прижилось все-таки, да, наверное? Нет, как раз наоборот. Прижилось до такой степени, что кто ни по пути, называет себя там мувером, да, мувинговой компанией и так далее. То есть вы муверы, да, вот так вот будете? Да. Здорово. Буду вас так называть, если не возражаете. Ага. Ну да. Могу добавить, что, почему оно приживается, потому что люди привыкли, слово грузчик, ассоциировать... Ну, с чем-то, да, не приятным. Не с чем-то неприятным, да. И поэтому, кто сталкивается с шоком для человека, когда он видит, он думает, что к нему придет грузчик, а к нему приходит уже в форме... Цивилизованный, да. Цивилизованный человек, да. Тут просто грузчиком, ну, знаете, язык не поворачивается, поэтому стереотип меняется. Ну, Андрюш, согласись, мы говорим не только о погрузке, да, ведь в вашем бизнесе, ну, расскажите об этом поподробнее, ну, и вообще, чем он занимает, чем вы занимаетесь, там у вас есть, да, и водители у вас есть, и, соответственно, те, кто... Совершенно верно. То есть, если брать бизнес в целом, то он состоит из многих составляющих. То есть, это... Кстати, вот, если мувингом, да, называют этот бизнес, есть у людей еще другой стереотип, как с мувингом связаны, это грузоперевозки. То есть, на самом деле, вот это составляющее, вот именно вот это перемещение грузовым транспортом в мувинге, она составляет, ну, где-то 10-15% от всего объема работ, который производится при переезде. То есть, основной упор делается у нас на что? На подготовку имущества к переезду. А, то есть, этим вы тоже занимаетесь, да? Ну, конечно, конечно. То есть, мувинг, вот если брать так, ну, по-грамотному, то это полный спектр. Так, вот давай мы по этому спектру пройдемся. Итак, первое, это вы подготавливаете то, что клиент вам, да, заказал перевезти. Ну, первое даже не так. Первое начинается с того, что сначала объем оценивается, просчитываются необходимые силы, средства. Затраты, да? Ну, даже на этом этапе еще не затрата, а чтобы нам понять затраты, нам нужно увидеть, сколько необходимо, например, упаковочного материала для этого, для всего. И уже потом из физических характеристик, места загрузки, выгрузки, маршрута. И, соответственно, дальше все получается. Количество специалистов необходимых, разных квалификаций. То есть, очень часто и тяжеловесные предметы встречаются. То есть, у вас на этом случае есть специальные, да, товарищи? То есть, мы в своем штате держим специалистов для того, чтобы произвести переезд, в принципе, любой сложности. Кстати, если мы говорим о переезде любой сложности, это в основном, ну, или, может быть, не в основном, в какой-то части, это переезд, связанный с тем, что человек меняет место жительства, ну, или квартиру, да, там, на дачу уезжает. Или это еще и обслуживание, ну, так называемых, корпоративных заказов, да, то есть, предприятие переезжает, да, в этом случае, наверное, какие-то другие. В принципе, да. Если вот так грубо делить, то здесь, что в бизнесе присутствует, какие направления. Это работа с физическими лицами, то есть, как вы сказали, это квартирные переезды, да, человек поменял квартиру, либо выезжает на дачу, перевозит загородный дом и так далее. Офисные переезды, когда переезжает организация. И, соответственно, вот то, что вы сказали, корпоративные заказчики, да, это тоже присутствует, это либо какие-то работы в офисе, внутри офиса перемещения имущества, либо есть совершенно отдельные направления, это работа на складах. То есть, это самостоятельный такой блок, да, в вашем бизнесе именно? Ну, именно в нашем нет, вот, потому что у нас... В вашем конкретном? Да, да, да. А в принципе? Да, 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 в принципе, да, это есть, и некоторые организации, которые представлены на этом рынке, они как раз вот занимаются, да, в том числе и этим. Ну, два слова буквально, давайте непосредственно о вас скажем, о вашем бизнесе. Ну, я всегда спрашиваю, как вы оказались именно, почему приняли решение заниматься именно этим? Всегда же есть какие-то интересные истории, да, не просто так, я шел по улице, увидел объявление, или просто мне, ну, пардон, упало на голову что-то, и меня осенило. Вот, надо чем заниматься. Сейчас, наверное, какая-то была предыстория. На самом деле, с Андреем мы появились практически одновременно в этом бизнесе, вот именно в этом деле, можно сказать, ну, и в бизнесе. Конкретно, да, в этой компании. Да, 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 и в бизнесе в целом. Ну, и практически, наверное, ну, как случайно, из-за того, что у нас есть третий партнер, по совместительству он моим братом является, он этими начал заниматься. Вот, а потом, когда уже его одного не хватало, появились мы с Андреем. У Андрея был опыт работы с этими информационными технологиями, у меня до этого был тоже, как бы, успешный опыт работы в бизнесе, в управлении и так далее. И, соответственно, мы втроем, когда объединились, получилось так, что мы все аспекты основные по развитию бизнеса мы закрыли. То есть Андрей отвечал... Никого приглашать, с стороны не надо было, да? Да, да, да. Андрей отвечал за информационную составляющую, я отвечал за продажи, за привлечение клиентов, вот, и Александр отвечал за непосредственное выполнение работы. То есть у вас, в принципе, трое учредителей, да? Да, да. Ну, помимо этого, еще есть какой-то штат сотрудников, огромный или не очень? Вы знаете, как бы, огромный штат здесь, в принципе... Не нужен. Да, не нужен. То есть у нас есть офис, есть склады, где хранится наш упаковочный материал, инвентарь и так далее. Есть транспорт свой. То есть вот для обеспечения всей этой работы, как бы, и штат сотрудников присутствует. Хорошо. Я хотел бы еще рассказать историю в плане... Как вы спрашивали, как пришли в этот бизнес? Возможно, история из детства. Да, то есть родился я в семье военнослужащего, а это сопряжено с постоянными переездами, перелетами. Причем по всему Советскому Союзу в свое время. Тогда еще, да? Да. И, соответственно, я еще тогда ребенком был. Я смотрел, когда получали этот контейнер, там, 5-20 тонн, и отец, там, как-то что-то своими силами упаковывал, там, запихивал, мучился. Помогали соседи. Перевозили это все на военном, там, Урале 43-20 или на КамАЗе на каком-то. Это все доезжало просто вот... В ужасном состоянии. Именно в те годы родилась пословица, что переезд это равен пожару. Вот. Тогда это все подтверждалось. Возможно, это вот тоже какую-то роль сыграло, что я вот сейчас занимаюсь этим. Кстати, замечательно. Ну, вспомнил ты эту пословицу, переезд, да, равен пожару, да? А сейчас, если говорить о цивилизованном рынке, вот об услугах, которые вы оказываете, это не очень актуально, да, становится? Вы знаете, как бы мы даже это не рассматриваем. Даже такую ситуацию, что такие параллели не проводим, да, пожар. Для нас это сейчас, это уже отлаженный процесс, по которому все происходит. Специально обученные люди, да, приезжают и все делают. То есть, если можно так грубо... Сколько вы этим занимаетесь, кстати? Мы занимаемся с 2005 года. 2005 года прилично уже. Ну, я опять на предмет того, что действительно за это время можно было отладить все процессы, да? Все, так сказать... Ну, да, как бы суммом, да, подойти к этому все, чтобы быстро, качественно все осуществлять. То есть, сейчас, да, не придет в голову сравнивать переезд с пожарами, с каким-то другим психийным действием. Все это вполне цивилизованно. Ну, конечно, то есть... Сейчас, извините, мы сейчас прервемся, послушаем новости на Финам.ФМ, а потом продолжим. Итак, друзья, продолжим. Продолжим наш сегодняшний эфир. В эфире Финам.ФМ бизнес-класс. Меня зовут Олег Дмитриев. А в гостях у меня сегодня Андрей Гриб и Роман Прокофьев. Учредители группы компаний «Центр Переезд». И занимаются они, или не посвященных пока еще, слушателей рынком мувинговых услуг. Вот так это называется по-ненашенски. Бизнес на переездах и перевозках – тема сегодняшней программы. Ну, и мы продолжаем наш разговор. Хотя, давайте на всякий случай я напомню вам, уважаемые слушатели. Телефон в студии 6510-996, код Москвы 495. Также есть сайт компании «Финам.ФМ». Пишите, звоните, спрашивайте. Ну что ж, вернемся к неким истокам, истокам с точки зрения рынка. Я, единственное, когда готовился к программе, почитал, посмотрел. И так случилось, что то, что я нашел в интернете по этому поводу, примерно сходится во мнении. Вот все какие-то публикации сходятся во мнении. У нас все-таки нет этого рынка как такового, ну, с большой буквы «Р». Рынка как такового нет. Есть, может быть, несколько компаний, в частности, «Ваша», да, которые предлагают более-менее цивилизованные услуги. А в основном все это на столбе, да. «Газель», «Перевозки», «Дешево». И там, кстати, тот же самый грузчик появится в засаленной «Робе» наверняка. Хуже даже то, что, ладно бы, вот кто «Газель», они писали, что «Газель», «Перевозки», «Дешево», там, «Трезвые грузчики». Тенденция такая, что они все себя громко называют «Мы муверы». То есть они извращают просто самопонятие, да, цивилизованное рынок. «Мы муверы». Обесценивают. Это действительно так. Ну, представь, да, вот я заказал мувера вроде, теперь я знаю, что это такое, да, и ко мне постучался завтра какой-то сомнительный тип, и говорит, вот это я, я после этого к муверам обращаться не буду. Я буду искать «Газель», «Перевозки» недорого, да, опять как-то. Ну, так вот, расскажите мне, пожалуйста, действительно это так, да, то есть не цивилизован, то есть не еще не развит, может быть, рынок, хорошо это или плохо, кстати, Ром? Ну, смотрите, здесь ситуация следующая. Если мы возьмем за границу западный рынок, то там это существует направление с незапамятных времен. Вот. Я прошу прощения, я тебя перебью. Ну, как правило, да, мы, о чем бы мы ни говорили, наверное, в этом есть все-таки объективные какие-то обоснования. Действительно, если уж говорить о том, что Россия встала, да, вот не Советский Союз уже, а Россия встала на рельсы, ну, условно там, рыночных отношений, ну, относительно недавно. С Америкой все время сравниваем, у нее там, да, столетия уже она в рынке живет, естественно, у нее уже все, так сказать, взаимосвязи там налажены, да, все бизнесы проверены. А мы, естественно, все это дело пока на ощупь делаем и очень часто именно так, да, вот за границей все это давно уже, а у нас это только недавно. И логично, что и пока еще и не развито. Ну, в принципе, да, с одной стороны это хорошо, потому что есть к чему стремиться, да, расширяться и так далее. Я думаю, что через некоторое время, конечно, догоним и перегоним, это громко сказано Америку. Нет, это так, она-то подгнивать немножко начинает, она вот у нее там проблемы, конечно, а у нас вперед из песни. В Америке все хорошо, она гниет, но не пахнет, да, да, сколько там все это продолжается. Ну, вернемся к нашей теме, если говорить о нашем рынке, я все-таки думаю, что все это устаканится и будет цивилизованно. На ближайшие пять лет, конечно, это нет, но в будущем возможно. Ну, в принципе, как и со всем остальным у нас, да. Так, для, вот если посмотреть в историю, в принципе, на нашем рынке международные корпорации, вот, которые работают в данной сфере, они начали работать тоже относительно недавно. Первый раз это случилось в 1982 году, в 1982 году. И они, может быть, даже и пионерами в какой-то степени были, да, иностранцы? Ну, да, у нас это все дело было представлено, если не ошибаюсь, Мосавтогруз была такая. Ну, или какая-нибудь фирма «Заря», помните, да, был такой, бытовых услуг, да, вот они могли там что-нибудь сочинять. Это было, да, типа автомобильного комбината, который вот там что-то делали. Ну, соответственно, мы на все это смотрим через призму советского времени, да. Да, конечно, конечно. То есть как... И ментальность та же, и Андрюш вот говорил, да, в нашем понимании, да, что такое перевозчик, грузчик, да, это обязательно вот что-то такое не совсем трезвое, не совсем чистое, не совсем вменяевое, да, да, да. Хотя надо отдать должное, наверное, но не все грузчики выглядят именно так, как мы сейчас об этом вспоминаем. Вы знаете, тот, кто не так выглядит, они и грузчиками называются. Да. И в конечном итоге и не работают, да. Люди даже как бы, ну, профессия грузчик, она как бы, ну, такая, фу, что-то не то. Вот, и если на Западе посмотреть, как раз то, что вот мы разговаривали, там это нормально, это работа, это там... Такая же, как и все остальные, правильно, да? Да, да, может быть, даже и лучше, и лучше, может, где-то. Да, да. Вот, и мы переломим рано или поздно. Стереотип. Конечно, конечно, это нормально. Ну, я не знаю, как здесь нам нужно вообще тогда весь менталитет, да, нации нам переломливать, чтобы все... Я думаю, что, может быть, это и нужно, но в любом случае, это, во-первых, не наша задача, да, то есть не нам с вами ее решить, это какая-то глобальная уже, да, там, на уровне идеологии, вот, надо какие-то стержни искать, да, в целом. Поэтому мы-то, конечно, мелко слишком плаваем. А с другой стороны, действительно, вот, каждый конкретный человек на своем месте, да, может что-то поменять. Вот, в частности, опять, отношение к муверу, да, к муверу, правильно, мувер. Ну, мувер, да, так если, а так мы ребят своих грузчиками не называем, да, непосредственно. Это, наверное, обидно воспринимать. Ну, наоборот, там есть упаковщики, есть, кто там, такелажники и так далее. Кстати, вот если говорить в целом по рынку, по рынку, ну, давайте по рынку трудовому в Российской Федерации, ваши специалисты, они все-таки не очень, наверное, надо говорить о том, что они не высоко квалифицированные, да? Ну, упаковщик, он... Нет, на самом деле не так. У нас есть среди исполнителей люди с высшими образованиями, вот, то есть у него и голова на месте, все. И просто за время своей работы у нас выработалась система подбора кадров, да, отсеивания вот это. А как, кстати, вот как эта система работает, если не секрет, расскажите, пожалуйста. Потому что кадры, вообще, это, да, проблема номер один, везде. Самый сложный вопрос. Да, самый сложный вопрос. Я, опять, о чем хотел спросить-то? Ну, на мой взгляд, я еще раз не хочу обидеть, просто я так вот, стереотип у меня такой, да? Грузчик, упаковщик, ну, кто там еще, да, вот, среди ваших специалистов. Это не высоко квалифицированная работа. То есть не надо мне закончить высшее учебное завеление, да, закончить аспирантуру, получить диплом, защитить диссертацию. И после этого только меня примут работать упаковщиком. Ну, на самом деле, да. Наверное, как-то иначе. Причем люди, которые с высшим образованием работают, да, у вас в частности, наверное, все-таки, ну, так сказать, волею судьбы как-то пришли к тому, что вот пришли работать сюда, да. Они бы, может быть, с удовольствием устроились по специальности, но нет предложений достойных, ну, или еще какие-то. Ну, у нас, да, в свое время, когда институты выпускали специалистов, там были... Пачками причем, да, пачками они были невостребованы, и что делалось? У меня вот есть диплом красный даже, да, или там какой, оранжевый, все пятерки, вот. А найти работу не могу я. Ну, я сейчас не о себе, слава богу, говорю конкретно, но это, по крайней мере, на моей памяти это было много, я все-таки чуть-чуть старше, и куда девался? И идешь в грузчики, и идешь еще куда-то, потому что кормить семью. Ну, а некоторые и остаются, работа, то есть никак временная. Ну, в этом случае они остаются, ну, наверное, в первую очередь, почему? Потому что вы достойную зарплату предлагаете. Ну, в этом, да, и отличие, как бы, почему и уровень услуг такой, потому что своим специалистам мы платим... Приличные деньги. Приличные деньги, да, даже вот здесь, в Москве. Ну, смотри, тогда возникает другое. Если вы вынуждены, и, наверное, правильно это делаете, да, для поддержки имиджа, ну, и это еще есть мотивация, платить приличные деньги, да, вы всегда чистенькие, вы всегда ухоженные, да, у вас есть упаковка, у вас есть тара, у вас есть приличный автомобильный парк, на пути, да, транспорт, все, вы, ну, извините, сейчас немножко утрирую, вы разговариваете по-французски, да, говорите там, пардон, мерси и так далее. Соответственно, ваша услуга, если брать вот в целом рынок услуг, будет дороже для меня, как для потребителя. Естественно, правильно? С кого вы возьмете в конечном итоге, чтобы заплатить и все остальное, да, вы возьмете с конечного потребителя. А вот ребята, которые повесили на забор, а, у вас есть еще, да, Андрей, ты этим занимаешься как раз, у вас есть еще сайт наверняка, правильно? Есть. Вы тратите деньги на рекламу наверняка, правильно? Ну, такую цивилизованную. Не просто разбрасывать листовки, как это модно было. А есть вот, значит, ваш, ну, коллега, я его не хочу называть, да, вот, ну, человек, который занимается примерно тем же, он повесил объявление, да, у него есть там пару грузчиков вот этих самых, у него есть газель там, еле живая. И он говорит, я вам дешевле все гораздо сделаю. И вот как быть? Ну, вы знаете, как, да, действительно, участие клиентов и такое представление, зачем мне там платить больше. Вот, вот, что там такого-то, боже мой. Мне это кресло там, да, и сервант. Что они мне там? Вот. У нас политика с самого начала была следующая, что мы никогда не старались конкурировать ценой. То есть мы выдаем определенные качества и, соответственно... За него берем деньги, да? За него берем деньги, совершенно верно. И, соответственно, это качество обеспечиваем. Вот то, что вы сказали, да, упаковочный материал, приличный транспорт, персонал, вот, мы это предоставляем. Вот, ну, а так, если грубо говорить, параллели провести, вот, например, у нас АвтоВАЗ тоже выпускает машины, да, они ездят. Ну, бог с ним, ладно, с АвтоВАЗом. А есть, например, немецкие машины. Еще выражение такое есть. Ну, применить, если его к нам, тоже, я думаю, можно. Человек, который не хочет платить за безопасность, будет за нее расплачиваться. То же самое и применимо к его вещам, к его, там, всему имуществу, конечно. Ну, в принципе, да, тоже бытует достаточно расхожая фраза такая, что купой платит дважды. Вот нанял ты однажды, да, товарищей, потом потерялась где-то половина вещей. Где ее найти, непонятно, да, кому звонить, непонятно, телефоны не отвечают, ребята растворились. Будешь знать теперь, да? В вашем случае, ведь эти риски абсолютно отсутствуют. Конечно, ну, у нас есть несколько складов, я повторюсь, да, офис. Куда человек может прийти, посмотреть наши благодарственные письма, которые уже, да, уже клиенты, кто пользовался нашими услугами. Все это у нас представлено, да, в выставочном зале, и поэтому... Да, то есть, в любом случае, да, мы как бы... Мы здесь серьез и надолго, да? Да, да, вот, мы говорим о том, что мы серьез и надолго, мы в своей стране, в конце концов. И мы движемся в сторону неких цивилизованных отношений, правильно? Чтобы договора подписывались не в переходе на коленки, да, чтобы человек имел возможность прийти, со всеми познакомиться, сказать, да, я вот, посмотреть в глаза, я этим людям доверяю, давайте, вот, мои деньги, и, соответственно, я... Кстати, вот, правильно, люди, которые так делают, поступают правильно, особенно, когда больших переездов касается. Сейчас мы еще раз, да, прольемся, послушаем новости на Финам.ФМ с удовольствием, а потом продолжим. Итак, друзья, продолжаем наш эфир, бизнес-класс на Финам.ФМ, я Олег Дмитриев, и мы говорим сегодня на тему бизнеса на переездах и перевозках, мы говорим о бизнесе мувинговых услуг, теперь уже эта фраза расхожая, в моем, по крайней мере, лексиконе. И гости сегодняшней, сегодняшней программы, сегодняшнего эфира, Андрей Гриб и Роман Прокофьев, учредители группы компаний «Центр Переезд». Итак, продолжим, собственно, разговор об этом бизнесе, непростом, как и любой другой, наверное. И вот, друзья, я о чем хотел бы у вас спросить, да, услышать ваше мнение. Опять-таки, мы сравниваем, да, все, что происходит у нас за рубежом очень часто, и делаем это логично, мы об этом уже говорили. Ну, в частности, такая тоже есть статистика, что в Америке этот бизнес, да, он существует давно, он пользуется услугами, популярностью, да, он развит этот рынок. Но, тем не менее, в Америке, по статистике, большее количество услуг в перевозках, да, посвящено частному сектору. Ну, то есть, американцы, вот так жизнь у них так устроена, они чаще, да, по статистике переезжают, они могут это делать там раз в два года, да, и причем там как-то действительно и на ментальном уровне, и на физическом уровне это проще, да. Здесь продал или там здесь снял, переехал туда, работу нашел, значит, здесь забыл, снял здесь или купил там, кредит взял, да. Как-то все там попроще. У нас, опять, исторически, видимо, так сложилось, что если человек переезжает, то, как правило, он, может быть, раз в жизни это сделал, для него это событие, да, для него это праздник всей жизни. Кстати, абсолютно верно, ты сказал за эфиром, что в этом случае экономить не надо, да. Не надо, конечно. Все должно запомниться надолго. И, наверное, да, в этом случае мы можем говорить, что у нас статистика несколько иная, то есть меньше, да, к вам обращаются клиентов, которые хотят перевести свое личное имущество, да, с квартирной квартиры, а больше, наверное, я так предположу, ну, поправьте меня, если нет, а больше, наверное, офисных переездов, да. Ну, вы знаете, как, если брать количественные показатели, ну, тут она, статистика немножечко другая, больше переезжают, конечно, частных лиц. Все-таки. Вот если по количеству брать заказов, вот, ну, а, соответственно, просто офисные переезды, там совершенно другая специфика этой объемы, да, когда переезжает офис, там, например, на 250 рабочих мест, да, вот представьте, 250 человек сразу переехали. Да, и 250 рабочих мест, а по площади это, наверное, да, там, тысяча метров квадратных. Ну, как минимум, да, плюс еще администрация, архивы и так далее, то есть это серверно. Ну, вот эта специфика, да, да, эта специфика, она каким образом, вот, на ваши услуги, по крайней мере, влияет? То есть вам нужен дополнительный персонал, какой-то специальный персонал, которого нет для того, чтобы перевести квартиру, или как это? Здесь специальный персонал для офисных переездов, единственное, что он, это, возможно, люди, которые перемещают очень тяжелые объекты, сейфы, серверные стойки, такого плана. А так, если грубо сравнивать, квартирный офисный переезд по набору работ, по затраченным специалистам, упаковочным материалам, в принципе, они то же самое. То есть те же этапы, подготовка, погрузка, выгрузка, распаковка. А, кстати, прайса специального нет у вас? Вот есть квартир, ну, знаете, почему-то мне пришла такая аналогия, вот у нас есть, допустим, рынок недвижимости, жилая недвижимость, да, там, квадратный метр столько стоит, потому что это жилая недвижимость. А есть недвижимость нежилая, коммерческая, там, квадратный метр, другая цена образования, да, хотя и эта площадь, и эта площадь. Вот нет разницы, кстати, в прайсе. Вы знаете, как, здесь почему? Наверное, просто на коммерческой недвижимости можно больше денег заработать, да, на быстрые там в цене. Ну, и вы так, может быть, рассуждали. Вот, а что связано с переездами, здесь все по-другому, он, каждый переезд, он индивидуальный. То есть очень много факторов влияет на план проведения работ, на вот этот, когда наши специалисты разрабатывают план переезда, то есть он зависит от очень многих факторов. И поэтому, исходя из того, что при офисном переезде объемы имущества, они в десятки, иногда в сотни раз больше, чем при даже самом большом квартирном переезде, вот, соответственно, это накладывает свой отпечаток. Ну, да, и наверняка это становится дороже, просто-напросто, да, по этим же причинам. Если пересчитывать потом на одного сотрудника, это дешевле. Ну, потому что их много. Да, 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 да. И все выполняется в комплексе, да, как бы на поток. А, кстати, вот в среднем, да, какое время тратится на переезд, ну, стандартной квартиры, условно говоря, двухкомнатной, вот, и, может быть, стандартного офиса, ну, такого же, вот, метров 100-150. Время на переезд двухкомнатной квартиры, как правило, это один день, либо два. То есть, надо понимать, что сам переезд, он, во-первых, не только нас затрагивает, но и затрагивает противоположную сторону, да, самих переезжающих. То есть, как им удобно, да, в этом случае? Даже никак, ну, может быть, да, как удобно, но нагрузка очень большая, да, представьте, вот у вас все было тихо, спокойно в квартире, а вдруг появилось шесть человек, которые ходят, бродят, да, что-то там, разбирают, складывают и все. Лазят по ящикам, да, там что-то. Да, ну, элементарно, да, такое, как бы, стресс-напряжение, да, а максимум это, да, и стресс. А, кстати, вот вы приезжаете когда, ну, уже, наверное, договорившись, да, с клиентом, уже, наверное, и посчитав все это дело приблизительно, клиент как-то готовится к вашему приезду, ну, или он просто сидит так расслабленный, сейчас ребята придут и все сами сделают, да, в кучку все соберут, запечатают, в коробочку положат, а я только вот пальцами показываю. Здесь все зависит от клиента, то есть... По-разному бывает, да? Да, большинство предпочитает часть вещей, ну, это сугубо личные вещи, они предпочитают упаковывать сами. Личные, ценные вещи, ну, это логично, конечно же. На своей машине перевезти там по две-три коробочки. Так, в принципе, схемы переезда в различные, мы с клиентами обговариваем и по разным схемам работаем, то есть, либо мы делаем это все под ключ, нам отдали ключ. А, даже так, да? Ну, да, да. То есть, вот, условно говоря, вы приехали сегодня, вот вам ключ, я уезжаю на работу. Вечером я приехал, все, в новую квартиру. В новую квартиру уже, да, там все уже на месте. Да, да, такое тоже возможно, то есть, в данном случае тогда присутствует менеджер. Ну, от скорости реализации зависит цена? Вот если вот такой вариант под ключ, он, наверное, дороже все-таки. Вариант под ключ, конечно, дороже, потому что сама схема уже другая, появляются лишние звенья. Дополнительные, да, затраты, соответственно. Но плюс в том, что голова не болит. Пошел, да. Ну, давайте вернемся еще, знаете, к разговору о конкуренции. Все же... Еще секундочку, про офисные переезды мы как бы не договорили, мы про квартирные начали, что там один-два дня. Про офисные переезды, ну, принцип тот же, но чаще всего офисный переезд, нам говорят, что вот, ребята, мы хотим так, чтобы вот в пятницу наши сотрудники, все 250 человек встали со своих рабочих мест по адресу А, а в понедельник мы им сказали, пришли по адресу Б. И они приходят, у них уже компьютеры подключены, им осталось свою коробку с личными вещами, там, с бумагами разобрать, да, они там и начинают уже работать на новом месте. Смотри, а компьютеры подключены, учтешь, что ты специалист высоких технологий, это тоже ваша головная боль или... Тоже обсуждается, чаще всего, то есть теоретически мы готовы, и если хотят, хочет клиент, то мы это делаем. Если же, допустим, у клиента своя там служба, свои там технические, ну, как правило, я знаю даже по своим... Они просто сами не пускают, они говорят, ну, лучше спокойно сами провода все соберем отдельно, подключим. Ну, в этом случае они в выходные тоже выходят на работу, да? Конечно, конечно, ну, там они уже все сами с собой решаются. При офисном переезде, конечно, представители от компании, они всегда минимум два человека. Ну, это нормально, конечно, проконтролировать, мало ли чего. Дело даже не в том, что вам не доверяют, правильно? Ну, вы не знаете, да, где стол этот, здесь должен стоять или здесь. Должен быть человек, который отвечает на наши вопросы в плане там... Куда поставить, да, 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 да. Потому что мы всегда даем в начале переезда четкую инструкцию для сотрудников. То есть, там, как подписать или что-то там, стикер наклеить для того, чтобы, ну, вот вещи сотрудников попали потом в нужное место. Да, к нему уже как минимум. Некоторые не выполняют эти инструкции, соответственно, идет вопрос к представителю, как бы вот... Что, как, куда, зачем... Кстати, некоторые не выполняют эти инструкции, и понятно, что потом, когда что-то не находится, это их вина. А бывают такие случаи, что они еще и вам претензии при этом предъявляют? Ну, конечно, бывает. Но, как правило, да, вот на моей памяти сколько таких претензий было, но потом все как бы находилось, да. Наиболее такое яркое впечатление, это нам сказали, что после работ пропал аквариум. Он был наполненный с мелочью. То есть, люди приходили туда, все мелочи, все офисные работники бросали. Забавно. У них такая копилка была, видимо, да? Да, да, да. Ну, мы представили там этот аквариум, мелочи, говорим, хорошо, у нас как бы нацеленность, мы клиентно ориентированы в компании. Без вопросов, мы вам наполним этот... Своей мелочью, да? Да, да, да. Все, в банке поменяли, принесли, вот, говорим, пожалуйста. И потом через неделю они позвонили и сказали, что... Вы свою нашли, да? Да, извинились, мы там уборщица куда-то вот это делал. И оказалось, что мы им где-то раз в пять больше мелочи... Ну, они вернули вам, конечно, вашу-то мелочь, или... Вернули. Она у нас теперь тоже стоит. Да, в сейфе мы, кто не очень хорошо работает, мы ей выдаем зарплату. Ну, а у человека свойственно, то есть что-то он не нашел после переезда, первым делом это украли. Да, да. И первым делом он звонит нам и начинает выговаривать. Мы говорим, что как бы... Этого быть не может, да. Нет, ну, товарищ, успокойтесь, возьмите как бы тайм-аут, посмотрите. И вот 99% что все находится, да, люди звонят, извиняются, оставляют отзывы там положительные. Вот так. Ну, да, это свойственно человеку, действительно, это такая... Ну, проще, да, на кого, да, чужой человек был. Тем более, да, были посторонние, ну, естественно, наверное. Случаи, да, разные были, там, телефон закатывался в кресло, да, у человека падал, и все потом, ну, находилось, да. Слава Богу. Слава Богу, хорошо. Значит, смотрите, у нас немножко осталось времени до следующего перерыва, поэтому мы его сейчас с вами все-таки, значит, это время потратим на то, что еще раз скажем о том, как конкуренция все-таки складывается, да, сейчас на рынке конкуренция. Вот меня больше всего, конечно, интересует конкуренция не даже между мувингами компаниями, вот такие цивилизованными, так будем говорить, да, конкуренция между серыми, между газелями, в кавычках, да, и вами. Вот она, насколько она жесткая. Или вы, может, просто друг друга не замечаете, потому что, условно говоря, окучиваете разные сегменты рынка, да, вы нацелены на тех, кто платит деньги, кто хочет цивилизованную услугу, да, они, соответственно, довольствуются всеми остальными, кто платить особо не хочет. Есть такая конкуренция? Ну, она конкуренция есть, и это отчетливо проявляется, когда, особенно на мелких перевозках, то есть где там, ну, до 10 тысяч. Понятно, что если, вот опять мы говорим, да, если говорить о большом офисе, 250 человек, 250 человек, да, то никакая газель это просто не сможет поднять этот заказ. Ну, конечно, конечно, там не то, что даже газель, а просто элементарно нет опыта. Да, опыта нет, сотрудников достаточное количество, просто это, а на мелких? А здесь, да, очень отчетливо это прослеживается, то есть слушаешь менеджер, разговаривает, озвучивает сумму, а он говорит, о, да нам предложили в два раза меньше. Конечно, а кто вам предложил? Да, ну, вот там, да. Ну, понятно, кто. Ну, то есть на таких, а... Ну, смотри, а вот если говорить о некой доле в вашем доходе, да, там, ежемесячном, ежеквартальном, ежегодном, вот можно, так сказать, тоже какую-то статистику, то есть вы в основном, я так сейчас предполагаю, допустим, да, вы в основном зарабатываете вот на больших, их меньше, может быть, да, в году, но на больших клиентах вы зарабатываете, а вот эти мелкие, это такая рутина, и, в принципе, так не особенно вы на нее нацелены. Или, с другой стороны, поскольку больших заказов мало в течение периода, да, то есть вы все-таки смотрите на мелкие заказы, и здесь вот эта конкуренция вам всякие неприятности. То есть стараемся у каждого клиента как индивидуальный подход. И большого, и маленького. И большого, и маленького, потому что неважно. Мы перевезли в офис на 250 рабочих мест, там, на 500, а оттуда придут квартирные переезды. Перевезли несколько квартир, а это сотрудники, да. И так очень много пересекается, поэтому как-то делить их этим лучше, этим хуже, такого нет. Вполне логично. Дело даже не в хуже. Значит, сейчас еще раз новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Ну что ж, друзья, последняя часть нашего эфира, интересного эфира, тем более эфира полезного, как всегда. Мы говорим о бизнесе, да, о разных его ипостасях. Сегодня наша тема – это бизнес о переездах и перевозках, или теперь уже, я скажу в очередной раз, это рынок мувинговых услуг в России. И в гостях Андрей Гриб, Роман Прокофьев, учредители группы компаний «Центр Переезд». Значит, мы сейчас продолжим через какое-то время разговор, но у нас есть звонок, и, естественно, мы с удовольствием послушаем вопрос. Илья, добрый вечер, вы в эфире, говорите. Добрый вечер. Гриб, хотел уточнить, а как все-таки решается вопрос с подбором персонала, с порядочью персонала? Потому что я так понимаю, что платить грузчику, вернее, келажнику 100 тысяч в месяц – это просто будет невыгодно, а за 15-20 тысяч, ну, я думаю, что могут и должны, вернее, часто возникать вопросы в аккуратности, в сохранности. То есть придет тот самый грузчик, да, ну, вот абстрактный, о котором мы сегодня говорим. Да, ну, как вот умудряются люди держать штат, который позволяет им оказывать услуги на таком высоком уровне. И вот еще один вопрос как бы следом. Ну, хорошо, с Москвой как бы все понятно. А как дело обстоит с другими городами, потому что, естественно, за МКАДом тоже и жизнь, насколько интересно развивается этот бизнес. Спасибо, Илья. Кстати, вот мы как раз в последней части тут с гостями и решили поговорить именно о регионах. Ну, вы вот предварили наш разговор. Спасибо за вопрос. Спасибо, Илья. Ну, отвечайте на первый. Действительно, это очевидно, да. Смотрите, вы говорите, у нас есть грузчики, да, и упаковщики, и мы платим приличные деньги. Но это становится малорентабельно. Значит, здесь ситуация, вот Илья упомянул текелажников, да, как я понимаю, он имел что в виду? То есть текелажник нужен не каждый день, да, грубо говоря. И, соответственно, как его держать, да? Либо платить, да, если платить ему много, то это нерентабельно, а если платить 15 тысяч, о чем мы можем разговаривать? То есть приедет тот самый товарищ, который... О каком, да, да, специалисте. Здесь проблема решается двумя способами. Первый способ, это у нас решено на следующем. Значит, в нашей команде работают несколько универсалов. То есть он не только текелажник, но он еще грамотный упаковщик, он грамотный, может грамотно провести погрузочные работы и так далее. То есть когда нужен, да, одна специальность, да, он идет делать это. То есть как хирург, да, вот он аппендициты режет, а тут раз и на сердце что-то сделал. Хорошо, как он. Ну, в хорошем смысле этого слова. Я понял. И именно это, да, позволяет поддерживать для него конкретно, для этого специалиста универсала высокие универсалов. Да, мы можем ему, да, платить и плюс надбавка за его специфические навыки. Хорошо, это ты сказал двумя способами. Вот это был один способ, а второй способ? Второй, это привлекать... Аутсорсинг, да, как сейчас... Да, модное слово, опять же, на... Американизм, опять же, ревизорный. Аутсорсинг, мы называем это проще, как бы, наших партнеров, да. Те, кто... Смежников, да, раньше? Смежников. Ну, если в стройке субподряд сплошь и рядом, да, у нас... Почему здесь тоже? Да, почему бы нет. То есть это люди, которые только этим занимаются. И, кстати, в этом случае тоже надо подчеркнуть, да, аутсорсинг, несмотря на такое... Не очень удобоваримое название. Все-таки вещь хорошая, потому что, да, мы привлекаем каждый раз для решения локальной задачи профессионала. А не находим в собственной среде человека. А ты умеешь? Ну, я когда-то там лет 15 что-то это вот делал. Ну, может быть, сделаю? Ну, давай попробую. Раз и сломал. Смысл какой? Это все опять в результате будет дороже. Ну, и второй вопрос Ильи и наше, собственно, с вами желание, да, поговорить об этом после новостей. Вот в этой части программы о том, как бизнес в регионы движется. Сначала все-таки, Ром, да, Андрюш, сначала регионы России, потому что традиционно мы говорим. Вот есть центр ПУП, да, в кавычках опять я оставлю. Ну, и пообъективно, да, здесь большое сосредоточие жизни и деятельности. Никуда не деться просто от этого. Есть замкады, да, территории с замкадом. Или еще хуже, там, 200-30 километров. Ну, хуже, в смысле, дальше, да, там. Вообще другая жизнь уже такая. Вот как эта история там. И, я так понимаю, это тоже актуально. И за границей, да, подобные вещи тоже интересны. И вам в том числе. Очень интересно. Вам в том числе, я имею в виду. Вам. Значит, ну, начнем с первой части. Регионы России. Да, регионы России. Значит, в центрах, да, в наших, их два у нас, Москва, ну, и Санкт-Петербург, он немножечко поменьше. Данная тематика представлена, ну, на должном, скажем так, уровне. Да, есть выбор, есть организации, которые представляют сервис на высоком уровне. Дальше, конечно, все... Печальнее. Печальнее. Намного плачевнее, печальнее, особенно в тех городах, где население, там, до миллиона. Ну, хоть это и областной центр, но нужно понимать, да, мы скидку на это делаем. Но, тем не менее... А вот это печаль, подожди, печаль, там дальше все печальнее, да, мы говорим, дальше все как-то иначе. Это на чем, от чего, точнее, это зависит, да? Ну, во-первых, разный уровень благосостояния, скажем, что он в разы отличается, да, от центров. Вот, но, тем не менее, тем не менее, этот бизнес развивается, развивается и в небольших городах. Вот, как мы видим, к нам часто обращаются в Сибири, то есть, вот как мы говорили, аутсорсинг, да, они оттуда груз отправляют, имущество. Мы здесь им помогаем, представляем эту часть, заключительную часть переезда делаем. Еще по региону чуть-чуть добавлю, если мы в Москве меняем стереотип от грузчика на мувера, то в регионах он еще меняется зачастую от соседа до, там, груза такси. А сосед это кто? Ну, сосед, родственник, как он назвал. А, понятно, да. Позвать, позвать соседей, родственников лучше потом... Помогите переехать, да, помогите переехать. Проставиться, как говорится, вот, заказать там, может, у кого-то газель есть, может, кто-то где-то на газели работает. Вот, там вот такие переезды пока что. Пока что, да, наиболее распространенные. Да. И там, ты говоришь, вот от этого постепенно уже идут к некому цивилизованному. Да, какие-то грузчики, да, а потом уж муверы, может, и туда дойдут. Ну, наверняка дойдут, но опять-таки, да, там, видишь, цепочка более длинная, да, получается. Ну, мы как вот путешествуем, смотрим на все это дело. Иногда необычными способами узнаем про достижения, так сказать, в кавычках. На этом рынке, да? Да, на этом рынке. Нас часто копируют в сайт, например, да, вот последний мы... Прямо именно сайт в Владимире, да. Серьезно. Ну, то есть наши логотипы, все. И бывает так, что их клиенты звонят нам и претензии предъявляют. То есть ваши сотрудники... Во Владимире. Да, во Владимире. А мы так, кстати, про Владимира вы знали, когда нам женщина позвонила и сказала, мне здесь все сломали, что мне делать? Кошмот. Вот мы сказали... Слушайте, ну это вообще подсудное дело-то, наверное, нет? Или вы на этом уровне не рассматриваете? Ну, мы сейчас заканчиваем регистрацию нашего товарного знака. Вот. Она очень долго... Не продвигалась, да? Длится, но сама процедура очень такая... Длительная. Длительная, да. И, соответственно, потом уже цивилизованным способом... Конечно, да. Не, ну это неприлично. Так бизнес не делается. Ну, у нас, к сожалению, не делается. Пока. Пока, да. Хорошо. Оригинал более-менее понятно. И о тенденциях, да, вот Андрюша сказал, каковы там, как это выглядит. Ну, а теперь в ближние, наверное, сначала, да, и в дальние, с другим. Ну, даже, наверное, ближние в силу выше озвученной причины низкой платежеспособности. Платежеспособности не очень интересно. Да, это нет. А вот международные переезды, это, да, уже, как говорится, совсем другая тема. Да, другая тема. Первое, то, что это огромное расстояние. Вот там совершенно все процедуры, которые происходят, они совершенно другого уровня, качества и все, что там используется. Подожди, во-первых, процедуры те же самые, я так понимаю, да, ничего принципиально другого там нет. Вы знаете, ну, просто как бы можно все это по-разному делать. Процедура, она одна и та же. Подготовка имущества, да, но можно там использовать одну упаковку, а там совершенно другой подход. И, кстати, вот этот подход, он опять формируется именно спросом, что называется, да, клиент так вот привык, ему вот так надо, и вы не можете ему предложить то, что... Да, во-первых, клиент привык, да, он видел, как это делают за границей, и плюс по-другому нельзя. Потому что, представьте, да, имущество едет пять тысяч километров. Ну да. А, с этой точки зрения нельзя. Не доработать. Не закрепим, да, то, в принципе, оно развалится просто элементарно. Да, да, совершенно верно. Но я вот к своей, так сказать, радости спешу сказать то, что был у нас один клиент, и когда работы производили, жена стояла-стояла и сказала, а вы знаете, я вот когда в Женееве, мы с папой жили, да, там вот точно так же, да, сказали нам, мадам, не беспокойтесь. Все будет. Все, да, все будет. И она говорит, я, говорит, очень рада, что вот у нас, да. Ну, то есть опять вот то, о чем мы говорим, видимо, да, ваша клиентка, в данном случае супруга вашего клиента, она подчеркнула, да, что вот он цивилизованный рынок становится. Да, да, совершенно верно. И сравнил с Швейцарией, ну, наверное, это приятно. Да, было приятно. То есть мы все правильно делаем, в правильном направлении движемся. Еще один вопрос, вот уточни, пожалуйста, вот если говорить о перевозках вот этих длительных, да, за границу, вы делаете все, не привлекаете там какую-то, так сказать, ну, тот же аутсорсинг какой-то, да, какого-то партнера именно за границей. Все делаете от и до? Мы делаем до границы. А, до границы, так. А там у вас? Да, партнеры передаем. Местному уже, да? Да, да. То есть мы, если бы мы делали все, мы бы с вами, наверное, сейчас не разговаривали. Ну, я надеюсь, в хорошем смысле. Ну, да, да. Мы бы здесь не сидели, как говорят. Ну, как минимум, перспективы такие тоже есть, я так понимаю, да? Ну, конечно, конечно. И у вас в планах, может быть, это было бы логично, да? Если, тем более, смотрите, у вас группа компаний, я так понимаю, что это некая мысль о том, чтобы этот бизнес сделать сетевым, может быть, да, открывать какие-то... Да, да, возможно, да. То есть это либо по франчайзингу, либо как-то, да, чтобы мы были уверены, что, например, если мы в регионы, да, мы отправляем имущество, что там тоже на должном уровне. Совершенно верно. Тем более, опять, да, вот то, о чем ты сказал, если сейчас зарегистрировать товарный знак, и уже придется, да, репутация уже возникает, проблема, ну, проблема опять в хорошем смысле этого слова, да, возникает реальная проблема репутации. Я уже не смогу набрать, да, набрать абы кого, сделать абы как, правильно? Да, да. Развитие, ну, я думаю, со временем мы придем и на локальном уровне к международным стандартам, поменяется мышление у наших людей, да, что лучше что-то доверить профессионалам, чтобы сделали все грамотно, качественно и так далее. И на круг дешевле, главное, получится. Конечно, конечно, и без... Чтобы молодые люди шли работать, допустим, грузчиками, это было не зазорно как-то, а там, он был нормально, то есть, как на Западе в данный момент. Это достойно, да, это, во-первых, приличная работа, ну, вот в вашем пока, в нашем с вами представлении, и приличная оплата. Да. Приличная оплата, и это самое главное. Огромное вам спасибо, друзья мои, за то, что вы нашли время посетить наш эфир. Значит, я еще раз представлю, сегодня у меня в гостях были Андрей Гриб и Роман Прокофьев, учредители группы компаний «Центр Переезд». Говорили мы о бизнесе на переездах и перевозках, ну, и позволю себе еще раз, извините уж, да, вот такое иностранное слово, иностранный вариант этого названия произнести. Сегодня мы обсуждали тему «Рынок мувинговых услуг в России». Ну, и как, собственно, я понял из слов моих гостей, у него перспективы, у него огромное будущее. Дай Бог, чтобы так и было. Спасибо вам, спасибо, слушатели, за внимание, всего хорошего, успеха в бизнесе. До свидания.